МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 28 июля, день Крещения Руси, в честь праздника во всех храмах Нижегородской митрополии прозвучал колокольный звон благовест. Трезвое лето. Какого наказания заслуживают пьяные водители? Семь золотых медалей саровчане вернулись в соревнования по боксу в Рязанской области. Далее расскажем обо всем подробно. Ростуризм продлил продажу путевок в рамках туристического кэшбэка до 31 августа. Программой с момента запуска в августе 2020 года воспользовались более 2 миллионов россиян. Продажи должны были завершить 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют продлить ее до конца лета, сообщила глава Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, в число преимуществ осенних путешествий входит большое количество свободной инфраструктуры и отелей, за счет чего можно более гибко и дешевле планировать свой отдых. Осенью можно комфортно продолжать путешествовать по югу России с акцентом на культурно-познавательный туризм. Отправиться в Казань, Нижний Новгород, Самару, Москву, Санкт-Петербург. Красивая осень в горах. Те, кому нравится активный отдых, едут на Алтай, Кавказ, Сибирь, на Урал. И, конечно, осенью актуален оздоровительный отдых в Кавказских минеральных водах по всей стране, перечислила Дагузова. 28 июля Русская Православная Церковь празднует День памяти святого князя Владимира и Крещения Руси. По благословению митрополита Георгия во всех храмах и монастырях Нижегородской епархии совершились торжественные богослужения, а в полдень прозвучал колокольный звон благовест. Единовременный звон День памяти святого князя призван объединить православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и других стран. Впервые он прозвучал в 2012 году. Князь Владимир крестил Русь в 988 году. В истории Владимира называли Великим. Народ прозвал его Красное Солнышко, а в Православной Церкви он – Святой Равноапостольный. Принятие новой единой веры православного христианства стало серьезным шагом к объединению всех русских земель. Крещение Руси – это толчок к новому этапу развития всей культурной и социальной жизни страны. Этот был переломный момент в том, что еще мы были соединены не только между собой, но еще с миром всего христианства. Также и западным, и восточным. То есть Констандобольская церковь, и Римская церковь. Для каждого верующего человека крещение Руси – это особенный праздник, повод вспомнить о собственном крещении, о своем пути к Богу. В этот значимый для всех православных день в храмах Сарова и всей страны служили праздничную литургию и молебен. А ровно в полдень по благословению патриарха Кирилла прозвучал торжественный колокольный звон. Вся Русь была построена именно на вере в Бога, на православие. Все искусство было построено, вся литература была построена. И поэтому переоценить, не заценить православие в нашей жизни очень трудно. Поэтому я думаю, что это в преломный момент в собрании наших народов, наших племен. Каждый верующий этот праздник призван провести в молитвах и богоугодных делах. День крещения Руси и память святого, равноапостольного князя Владимира официально отмечаются с 2010 года. С 31 июля по 1 августа в свято-троицком Серафим-Дивеевском женском монастыре пройдут торжества, приуроченные ко Дню памяти преподобную Серафима Саровского. 31 июля в 16 часов в Троицком соборе обители будут совершены малая вечерня и всеночные бдения. Богослужения будут транслировать на экранах, установленных на территории монастыря. 1 августа в 9 часов на соборной площади монастыря начнется божественная литургия. На входах в монастырь волонтеры будут раздавать паломникам медицинские маски, проводить измерение температуры и дезинфекцию рук. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Серафим-Дивеевск. Благодичного действия на всей территории России. Компенсация предусмотрена для детей от 4 до 15 лет включительно, в размере от 12 108 рублей до 13 838 рублей. Одно из условий – пребывание ребенка на смене не менее 21 и не более 24 календарных дней. Перечень документов на компенсацию, заявление установленной формы, согласие на обработку персональных данных, копия всех заполненных страниц паспорта заявителя, копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта, если ему уже есть 14 лет, справка с места учебы ребенка, медицинская справка для получения путевки по форме 070У04, копия первой страницы сберегательной книжки или нового документа с указанием номера расчетного счета в банке, расположенном на территории Нижегородской области. Документы необходимо предоставить Департамент по делам молодежи и спорта. Очерезность получателей компенсации выстраивается по дате подачи заявления. Кроме того, по возвращению ребенка необходимо предоставить документ, подтвердающий его пребывание в санатории, квитанцию об оплате путевки, обратный талон к путевке, а также заверенные копии лицензии санатория или договор об оказании образовательных услуг. Подробности по телефону 99062. Жители Нижегородской области смогут получить поддержку в рамках федерального проекта «Самозанятые национального проекта малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Комплексные обучающие программы пройдут в 19 районах и населенных пунктах Нижегородской области, в том числе и в Сарове. Участников ждут два блока – теоретический обучающий тренинг и практический бизнес-игра, в ходе которой «Самозанятые» проработают свои идеи. В планах организаторов научить работе на маркетплейсах и торговых площадках, объяснить, как использовать для продаж агрегаторы товаров и услуг. В финале проекта пройдет конкурс бизнес-планов. «Самозанятые», чьи работы комиссия признает лучшими, получат оплату нужных им услуг. Прием заявок стартует в ближайшее время. Консультации можно получить по телефону горячей линии центра «Мой бизнес» 8 800 301 29 94. Участие в проекте бесплатное. Чаще всего виновниками страшных аварий оказываются автолюбители в состоянии алкогольного опьянения. Количество ДТП с участием пьяных водителей растет с каждым годом. Вождение в нетрезвом виде стоит жизни и здоровью окружающих. В Нижегородской области в этом году сотрудники ГИБДД реализуют проект «Трезвое лето». По телефону 112 жители могут сообщить о водителях, которые сели за руль пьяными. В минувшие выходные в Нижегородской области произошло несколько ДТП с летальным исходом. А в минувшую пятницу Саровск лыхнула новость о страшной аварии с мотоциклистом на улице Силкина. Следствие по тому ДТП сейчас ведется. Сотрудники ГИБДД устанавливают степень вины каждого ее участника. Нередко в подобных трагедиях решающую роль играет алкоголь в крови водителя. К сожалению, с каждым годом количество так называемых пьяных ДТП только увеличивается. За вождение в нетрезвом виде в России лишают прав на срок до двух лет, а также штрафуют на 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс. Теперь наказание для водителей, у которых уже есть судимость по пьяным статьям, за повторное нарушение станет более жестким. Как на убийство, наверное, такое, потому что они угрозу такую представляют обществу. Пожизненного лишения вообще забирать права, рвать и вообще не допускать до рули. Это преступники людей, людям гробят здоровье, жизнь портят. Я считаю, самое лучшее это лишение прав. Ну, ненадолго, хотя бы года на два. Плюс штраф. Во-первых, машину нужно отбирать. И я думаю, что все-таки сажать. Ну, во-первых, лишение прав – это точно. Ну, и я думаю, что уголовной ответственности желательно, чтобы статья была такая значимая. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды и выявляют нетрезвых за рулем. Если есть подозрение, что человек ведет автомобиль в пьяном виде, его отправляют на медицинскую экспертизу. Если наше освидетельствование, которое проводит сотрудник госавтоинспекции, не показывает наличие опьянения, то мы тогда отправляем человека на медицинское освидетельствование. У человека отбирают биосреды, обычно мочой, и направляют уже на химика, токсилогическое исследование мочи. За минувшие шесть месяцев в Сарове задержано 115 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В июле таких автолюбителей – порядка 16 человек. В этом же месяце по вине водителей в нетрезвом состоянии произошло два ДТП с пострадавшими. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В КБ номер 50 поступило небольшое количество вакцины Epivac и Sputnik Light. До конца недели ожидают прибытие еще одной партии. Также поступит Кови-Вак, полностью привиты двумя компонентами. В Сарове уже 18 335 человек. Между тем, Минздрав России обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавирусной инфекции. К противопоказаниям, на основании которых может быть оформлен постоянный медицинский отвод от прививки, относится гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, период грудного вскармливания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – повод для оформления временного медицинского отвода. Через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии можно сделать прививку. Беременность – не противопоказание для вакцинации Sputnik MV, уточнили в Минздраве. Если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, врачебная комиссия медучреждения, где наблюдается больной, выдает ему справку на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания, то справку дадут сроком на 30 дней. Затем нужна будет повторная консультация специалиста. За минувшие сутки в России выявили 22 420 новых случаев заражения коронавирусом. 544 из них в Нижегородской области. В Сарове за день заболел еще 21 горожанин. Из тех, кто госпитализирован, двое находятся в тяжелом состоянии. Перепись населения проведут в нашей стране с 15 октября по 14 ноября. На две недели позже, чем планировали, такое решение в Росстате объяснили тем, что в ее организации будут задействованы ресурсы и люди, занятые также в сентябрьских выборах. Необходимую инфраструктуру нужно успеть переоборудовать, а персоналу дать время отдохнуть и переключиться на новые задачи, отметил глава ведомства Павел Молков. Напомним, в этом году единый день голосования назначен на 19 сентября. Выбор в Госдуму пройдут в трехдневном режиме с 17 по 19 сентября. Основной этап всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, а в отдаленных населенных пунктах страны до 20 декабря. Принять участие в этой процедуре можно будет и на портале госуслуги с 15 октября по 8 ноября. Всероссийская перепись населения изначально должна была пройти в октябре 2020 года, спустя ровно 10 лет после предыдущей, произведенной в 2010 году. Позднее ее перенесли на апрель 2021, а затем на сентябрь. Поскольку к осени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране. Итоги переписи опубликуют до конца 2022 года. Их огласят в два этапа. И к спортивным новостям. Команда «Реактор» в НИИА стала бронзовым призером третьего этапа серии всероссийского межотраслевого турнира среди корпоративных команд «Кубок двух капитанов». По спортивному пейнтболу соперниками соровчан были спортсмены из Москвы. Сборная госкорпорации «Росатом» в НИИА имени Духова «Мосэнергосбыта». По результатам отборочных игр «Реактор» вышел в полуфинал с первого места, не проиграв ни одной игры. Там соровчане встретились с командой в НИИА имени Духова. В результате из-за допущенных ошибок наши спортсмены проиграли и продолжили бороться только за третье место. В битве за бронзу соровчане обыграли сборную госкорпорации. Победами порадовали и боксеры. В Рязанской области прошли матчевые встречи, посвященные международному дню бокса. Соров представили семь юных спортсменов школы «Икар». Подробнее о том, как прошел турнир и с какими наградами вернулись соровчане, расскажем в следующем репортаже. Международный день бокса юные спортсмены отметили как настоящие профессионалы на ринге. В матчевых встречах приняли участие боксеры из Рязанской и Нижегородской областей. Наши ребята показали высокие результаты и заняли первые места. Вадим Санкин провел свой первый бой. На ринг он вышел со сломанной правой рукой, но уверенно выиграл у своего противника. Такие победы не даются легко, но только благодаря усиленным тренировкам, постоянной работе над собой, жесткой дисциплине и воле к победе. У моего можно было и получше намного. Опускал руки, ну и выложился на два, а последний третий раунд проиграл. А у моих друзей, ну, хороший. Вот, например, у моего друга Арсения, выиграл старшего на четыре года его. Мы усердно тренировались. Каждый день у нас утренняя пробежка, утренняя тренировка. Потом мы в четыре часа приходим и тренируемся здесь. Так же не жалея сил. Мы тренируемся каждый день в четыре часа. У нас сначала кросс, а потом спарринги, либо круговая. Существует множество стереотипов, которые касаются боксеров и этого вида спорта. Но на самом деле для любого спортсмена важен тонус не только тела, но и ума. Ребята активно развивают концентрацию, внимание и стратегическое мышление с помощью интеллектуальных упражнений и шахматных игр. А еще бокс, как музыка, где важно поймать ритм удара и настроиться на волну соперника. Сначала стать олимпийским чемпионом, а потом стать чемпионом мира. Вначале я сюда пришел, чтобы там для самообороны, для здоровья. Потом это все, я уже начал всем эти увлекации, понравилось. Мне нравится заниматься, и это дает себя не в обиду дать, и еще силу и подвижность. Юные боксеры тренируются даже в летний период, чтобы всегда быть готовыми взять реванш в новом бою. В следующем сезоне ребята будут участвовать в городских, региональных и всероссийских соревнованиях. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин